В SPSS константы выступает частота, от которой взят натуральный логарифм, соответствующий контрольной группе. А контрольную группу SPSS всегда считает сочетание последних категорий каждой из переменных. То есть в нашем случае это будет x3, y3, z5. Вот опять же профили, вот мы находим x3, y3, z5, частота 0,5. От 0,5 мы берем натуральный логарифм, получаем вот эту величину. Ну вот можно убедиться, экспонент от этой величины опять же это как раз 0,5. Меняется и интерпретация остальных коэффициентов. Ну возьмем x1. Что такое x1 и его значение 2,71? Ну мы снова должны проэкспоненцировать и получаем 15 раз. Что такое эти 15? Эти 15 означают, что частота x1, y3, z5, казалось бы их здесь нету, но они подразумеваются. То есть мы должны добавить значения, которые здесь прописаны, значениями, которые формируют контрольную группу. То есть сама контрольная группа это x3, y3, z5. В нашем случае мы как бы заменяем x3 на x1, все остальное остается тем же самым. И получается, что частота профиля x1, y3, z5 в 15 раз выше, чем частота контрольной группы. Проверим. x1, y3, z5. 7,5. 7,5 действительно в 15 раз выше, чем 0,5. Но такая сравнительно простая интерпретация только для одномерных параметров. Параметры более высокого уровня интерпретируются несколько иначе. Здесь уже добавка, а не, собственно говоря, сравнение частот. Здесь добавка к частотам, как, собственно говоря, и здесь была добавка к частотам. Добавка к разнице частот. Вот, допустим, когда мы смотрели... ... ... Продолжение следует...